Первое и главное достижение связано с Тутаевским моторным заводом. Дело в том, что спрос на его продукцию стремительно снижается. Рабочий день сокращен до 4 часов, заработная плата минимальная. Не допустить закрытия предприятия – главная цель региональных властей. Одна из ключевых проблем города Тутаева лежит именно в Тутаевском моторном заводе, в его традиционной кооперации с ярославскими мотростроителями. И решение, если хотите, проблем отношений с собственниками и заказчиками продукции этого предприятия, если нам удастся хотя бы удвоить производство по той номенклатуре основных изделий Тутаевского моторного завода, то я абсолютно уверен, что мы забудем проблему города Тутаева как моногорода. Но проблема ТМЗ не единственная в моногороде Тутаев. Здесь необходимо развивать туристический бизнес, уверены местные жители. И просят у председателя российского правительства содействия в открытии турагентства. Хочется сделать такой туристический, скажем, маленький центр, как Углич, как Мышкин. У нас, к сожалению, нет причала в городе. А причала нет, да? Причала нет. И у нас это проблема и жителей, и туристов, это большая проблема. Основные туристы же по Луге всегда прибывают. Я сам когда-то вот катался. Я дам поручение, чтобы... Есть материалы, да, какие-то на эту тему? Чтобы вместе с администрацией города подготовить вам бизнес-план по созданию этого агентства. В Тутаеве три турагентства, но все они занимаются туризмом внешним. Идея развития внутреннего давно витала в воздухе. Идея уже переросла в совершенно другую, как сказать, направление. Это связано с строительством дебаркадера, соответствующим парома и переправой через мост. Вот, наверное, это гораздо более простой вариант, который позволит городу развиваться, получить туристический приток. Большие теплоходы смогут остановиться здесь, появится тропа, так называемая, туристическая. И по варианту Мышкиное углище начнет Тутаев развиваться, на мой взгляд, гораздо быстрее, чем сейчас. Пришедшие на прием к самому Медведеву поднимали и другие общественно значимые проблемы. Мария Масенкова уже три года живет в Тутаеве. Врач по первому образованию работать вынуждена следователем. У премьер-министра просят о расширении границ программы поддержки сельских врачей. Мы знаем о том, что программа существует, миллион сельским врачам. Да, есть такая программа. Мы очень заинтересованы в том, чтобы рамки этой программы были расширены до уровня таких городов, как наш город. Чтобы мы тоже попадали под эту программу. Мне хотелось бы понять, если бы такая программа действовала в отношении моногородов, хотя, не скрою, что это, конечно, просто вопрос размеров бюджета и денег, которые есть у государства. Тем не менее, мы действительно такую программу реализуем в области сельских поселений. И это программа «Сельский врач». Я к чему это все говорю? На миллион можно здесь приобрести жилье нормальное? Может быть, нельзя. Обсудить вопросы поддержки медиков в моногородах Дмитрий Медведев пообещал с министром здравоохранения. Помимо этого, визит председателя правительства на Ярославскую землю может поспособствовать появлению областной программы развития внутреннего туризма, а также федеральной поддержки Тутаевского моторного завода. Екатерина Бубнова, Георгий Иванов. День в событиях.